В сети появилась видеозапись интервью с водителем автобуса, разбившегося зимой прошлого года в автокатастрофе под Канты-Мансийском. Марат Зайнулин, напомню, управлял машиной, в которой находились юные акробаты из Нефтьюганской и их тренеры. Он в подробностях рассказывает обо всем, что происходило 4 декабря прошлого года. Водитель вспоминает, что при выезде из города шел снег, но сильного ветра не было. По пути автобус со спортсменами никого не обгонял. Марат Зайнулин признался, что увидел, что перед столкновением к нему приближались машины, идущие примерно посередине дороги. Однако сначала он принял их за транспорт коммунальных служб. Вырулил как можно правее и только когда прошла кабина, увидел, что на прицепе находится спецтехника. Стоящая на тралле машина вспорола автобус, развернула его и бросила под вторую фуру. Я уже ближе подъезжаю, смотрю, он вообще прямо как-то на меня идет. Я сколько мог, там тоже скользко, дорога скользкая была. Сколько мы право берем, кабина проходит, это машина, но машина, я же не вижу там, у них пара все равно как бы сильнее горят, сослепее. Видел вот это все, что идет за ним, только когда кабина прошла. А там уже это секунды, я больше ничего не помню. Тему безопасности детских перевозок мои коллеги готовят к эфиру программы телевизионный обзор новостей в эти выходные. При этом коснется расследование журналистов не только междугородних перевозок, но и внутригородских. Мы расскажем, почему дети из некоторых дачных кооперативов вынуждены добираться в школу пешком или на попутках. И подведем промежуточные итоги судебного разбирательства по автокатастрофе под Ханты-Мансийском 4 декабря прошлого года.